Теперь, почему важно в уроках по методу Фильден-Крайза прислушиваться собственным ощущениям, еще разочек, для того, чтобы оценить базу опоры, для того, чтобы оценить характер, движение плавности, прерывистость, присутствует ли она. И если мы ее заметили, нервная система сама отработает этот механизм и будет расслабляться. И для осознания риску и траектории движения. Здесь мы с вами находим прямую связь с глобальностью остеопатической, мы с вами говорим о том, что тело едино, непрерывно и в одном из аспектов мы говорим о мышечных телях. Для того, чтобы согнуться или разогнуться, мы включаем мышцы под нагревом ногу, гущие по всей задней поверхности туловище, плетающиеся в подошву на ней, в какой-нибудь рост. Для того, чтобы еще согнуться, мы глазами посмотрим вниз, конвергенция, мы взвыдохнем, да, и это глобальность движения, оно охватит все наше тело. Поэтому, вот когда ты двигаешься медленно и плавно, ты способен расследить эту мышечно-социальную цепь на юге. Когда пришли семинары, я тоже снимаю рапоментарическую передачу, я не имею в виду какую-то популярность в городе, я все время думала, как они об этом думали, как они вычислили цепочку, с такой точностью для себя проследили. В одной из этих книжек, которые я читала, я нашла на доказательную базу, но тем не менее, и для меня было чудесным открытием услышать эти анатомические книги, да, услышать эти милые по социальному цепочке в собственном теле. Это такой восторге, исследование себя внутри путешествия, внутри себя.